Уважаемая Нина Владимировна, сердечно поздравляем вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелые испытания военного времени, соотверженно восстанавливали страну из руин. За 90 лет жизни Нина Левченко повидала многое. Рискуя жизнью, чем могла, помогала пленным советским солдатам в оккупированной фашистами Полтавской области, где даже простой кусок хлеба мог спасти человека. Каждый раз, находясь на волосок от смерти, 14-летняя Нина носила еду пленным. Они бедненькие, голодные. А мы 14 лет у матери пойдем, накопаем картошки, и кидали мы туда за забор. А забор-то упал, и они кое-какие и поубегали. Большинство событий Великой Отечественной войны за давностью лет стерлись из памяти Нины Владимировны. Но ей никогда не забыть взгляды заключенных, полные благодарности. Также она прекрасно помнит, как встретила своего будущего супруга, летчика Михаила Левченко. Они познакомились в Харьковской области, куда Нину Владимировну отправили доучиваться в школе. Он служил там, в Волчанске, в Харьковской области. Ну и познакомились, и дружили мы, по-моему, два года. В 1950 году пара сыграла свадьбу и переехала в Усть-Джигуту, где Нина Владимировна и живет по сей день вместе с дочерью Лидией. «Мамочка у нас золотой человек. Она вот, кто бы с соседей к ней не пришел, она последняя готова отдаст. Вот такой человек. Ну, сейчас немножко прибаливает, уже ж годы». Несмотря на проблемы со здоровьем, Нина Владимировна все равно остается активным человеком и не упускает возможность побаловать домочадцев своими фирменными блюдами. «Вы готовите и убираетесь, да?» «Не, она убирает сама. Ага, вы готовите, да?» «Полы моет, когда борю. Мне нравится борщ мой». Испытав все тяготы войны, Нина Владимировна рада, что совсем скоро отметит 75-ю годовщину победы над фашизмом и уже строит планы на празднование своего 100-летнего юбилея. Алина Гидиева, Олег Молхожев, Архыз-24.